В этом видеоуроке мы поговорим о том, как можно создать упражнение «Заполни пропуски», используя только инструмент «Текст» и «Перу» на вашем слайде. Итак, начнем. Прежде всего, нам необходимо добавить некий текст, в который мы будем вставлять пропущенные слова. Для этого выберем инструмент «Текст» и введем текстовое сообщение. У нас уже заготовлено определение, с которым мы будем работать. Работая на интерактивной панели, старайтесь сделать текст максимально крупным, чтобы его было хорошо видно с дальних парт. Выделим те слова, которые будут подставляться. В частности, мы хотим, чтобы было выделено слово «главный». На какие вопросы она отвечает? Что обозначает? Какой частью речи может быть? И в каком падеже стоять? Во избежание случайного перемещения заблокируем наш текст. Что можно сделать дальше? Дальше можно закрасить слова, которые мы хотим спрятать, используя инструмент «Маркер» того же цвета, что у нас и цвет фона. В данном случае белый. Иногда, когда слова не очевидны, где вы их прячете, может быть, имеет смысл закрашивать не белым цветом, а наоборот, неким контрастным, чтобы было понятно, что вот именно здесь вставлены те или иные слова. Например, можно выбрать инструмент «Текстурное перо», выбрать «Яркую текстуру» и точно так же закрасить. Ответ все равно будет невиден, но во всяком случае будет четко видно место, куда мы хотим добавлять необходимое слово. После того, как все слова закрашены, вы можете сохранить свое упражнение, и оно готово для того, чтобы работать вместе с учениками. Для украшения слайда можно также добавить небольшие элементы оформления, в частности, взять, построить здесь прямоугольник, заблокировать его и подписать, что это у нас определение. Вот так буквально одним графическим элементом наш слайд уже приобрел некое визуальное оформление. Теперь, когда ваши ученики назовут правильный ответ, вы выберите инструмент «Ластик» и просто удалите рукописные примечания, расположенные поверх вашего текста. Если у вас активировано пятиточечное стирание, то вы можете стирать рукописные примечания, просто прислонив пять пальцев к интерактивной панели. Активация этой функции осуществляется через главное меню «Настройки пятиточечного стирания». Данный прием удобно использовать не только при работе с определениями, но и каждый раз, когда необходимо вначале спрятать в ответ, а потом показать его. Попробуйте сами создать упражнение для своего урока, используя этот прием, и поделитесь результатом в комментариях к видео.